Технологический стартап, есть компания, какая-то юридическое лицо, например, говорят, что есть команда, видно, что есть, например, какой-то продукт. С одной стороны, чаще всего дальнейшие разговоры идут в плоскость, сколько все это стоит. Но юристы, профессионалы знают, что за вопросом, сколько все это стоит, надо знать еще четкий ответ на вопрос, что юридическая сторона вопроса, как бы это не звучало, может быть скучно, она на самом деле определяет, исходя из того, что даете, зависит от того и цена. Когда мы говорим про компанию и команду, мы знаем, что до юра сотрудники могут не числиться на предприятии, быть договора, да любые договора на самом деле могут быть расторгнуты, заключены и так далее. То есть команда, на самом деле, привлекающая инвестиции или продающая стартап, достаточно условная, то есть все равно потребуются в дальнейшем какие-то обязательства, то, что члены этой команды сохранятся в этой самой команде. То есть они по-прежнему будут принадлежать этой самой команде. Теперь вопрос, если мы сейчас не берем вопрос того, что покупается команда, а берем аспект того, что продается юридическая структура, у которой есть какой-то продукт. Вот знать, кому на самом деле принадлежит этот продукт и действительно ли этот продукт принадлежит компании, чтобы ответить на этот вопрос, надо провести довольно такую кропотливую юридическую процедуру, посмотреть, а действительно ли этот самый продукт, о котором говорят, принадлежит этой самой компании. Потому что очень часто продукты начинают собираться на коленке, ну, знаем, да, без юридического оформления, это же Россия, то есть компанию привыкли создавать на Западе сразу, как только объединились 2-3 человека и начали пилить продукт. Вот, у нас чаще всего финансирование этой команды происходит как угодно, да, кто-то тратит личные деньги, а вот уже когда там привлекается инвестор, ага, инвестор говорит, а вы вообще юридически кто? Вы Петя, Коля, Вася или вы юридическое лицо Петя, Коля, Вася, да, вот, то есть вы компания все-таки Apple или вы отдельно Стив Джобс и Стив Возник, да, вот, поэтому, поэтому, опять же, вопрос документального оформления, начала разработки продукта, ладно, если он варится в какой-то agile системе, да, по этой философии, по этой идеологии, да, вот, ну, допустим, есть какой-то скром, да, там, допустим, есть какая-то доска, что называется, заданий, да, там, мира или что-нибудь в этом роде, вот, а как оформляется участие, опять же, этих людей в разработке, да, коллектив разработчиков и права на результат разработки, на кого он оформляется? Вы уверены, что все первоначальные, промежуточные, нетупиковые версии, скажем так, о программном обеспечении, а вы знаете, а тупиковые иногда тоже достаются из загашника и продолжают реализовываться? Эта ветка развития программного продукта может оказаться нужной, и она может неожиданно оказаться перспективной, а та, над которой работали тупиковые, это же не окры, да, это разработки метод проб и ошибок, что работает, что превращается в стабильную работающую версию или есть кандидат, да, а есть, что остается просто, что называется, прототипом, вот, и вопрос, на самом ли деле данному юридическому лицу принадлежит вот это самое право на программный продукт? Раскладывается многим на маленьких мелочей. На каких условиях, на каких основаниях были привлечены разработки, какие соглашения они подписали с компанией, кому принадлежит код, кому принадлежат куски кода, кому принадлежат библиотеки, кому принадлежат вот эти сборки, кому принадлежат модули, да, действительно ли все стадии, аспекты разработки продукта были оформлены юридически правильно и компания является правоводателем? Ответить на этот вопрос помогает только, наверное, аудит и процедура оценки юридических рисков. Иногда вы можете встретить модные западные слова, due diligence, российские аналоги, должная смотрительность, должная добросовестность и так далее, и так далее. Но не юристы, на самом деле, только могут догадываться, а может вообще не догадываться, что стоит за этими словами, да. Соответственно, к нам в последнее время стали приходить такие запросы, помимо оценки IT-стартапа, IT-компании продукта, с точки зрения продажи или покупки, обе стороны сделки, да, то есть задают, на самом деле, такие вопросы. Вот, опять же, тот, кто хочет купить, должен, обязан удостовериться, узнать, что ты покупаешь у кого, что, и действительно, тот, кто тебе это право продает, сам ими обладает. Вот, вопрос такой он, как бы, и сложный, и не всегда он приятный, да, ну, это же разборки, а докажите, действительно ли вот это, да, и позитивных, в юриспруденции вообще очень мало позитивных, приносящих радужное, как бы, да, такое настроение, моментов. Но, что такое, как бы, вот здесь юридический вот этот аспект, это защита, это защита бизнеса в данном случае, что бухгалтерия, что юриспруденция, что документальное оформление, это защита прав собственности, защита бизнеса, защита интеллектуальной в том числе собственности, да. Вот, поэтому в рамках этой работы приходится делать много чего, установить, кто является правообладателем там исходного кода и компонентов, разобрать договорную базу, наличие договоров и оговорок и формулировок о передаче прав, чтобы, ну, скажем, ведь смысл здесь в том, чтобы некие лица вдруг не оказались правообладателями на определенные вещи, на лицензии, на куски кода, на еще какие-то вещи, на сайт, на домен, на хостинг, в конце концов, да, где там все это варится. Вы помните, была нелепая абсолютная ситуация, там разборка между двумя собственниками, один из розетки выключил серверами. Вот, ну, много чего такого. Опять же, внештатники, как были оформлены договора с внештатниками. Я просто, много на самом деле мы компаний, технологических стартапов, в том числе IT-компаний, вообще технологических компаний, посмотрели документальному оформлению своих действий, только единицы из них придают должное внимание и регулярно над этим работают, да, как правило, это уже корпоративная такая стратегия. А стартапы, они как бы есть стартапы, да. Вот. Как были оформлены эти люди? Действительно ли они дали отступные, ну, то есть, их разработка принадлежит команде компании, и при выходе из команды, из компании, компания не должна никому. Правда ли, что использовались программные продукты с открытым исходным кодом? Или условия лицензирования использования этого программного кода не наложат в дальнейшем ограничения и не принесут неприятных сюрпризов тем, кто разработал этот софт? Это очень важно, на самом деле, да, то есть, вот эти вот все компоненты. Если мы говорим о какой-то продаже продукта, если мы говорим о каком-то отчуждении, если мы говорим о продаже каких-то лицензий, там, например, это очень важно. Пока продаются права доступа к ресурсу, это, ну, как бы, закрытая такая коробочка, да, черная коробка, вот. Вот, а на самом деле, как ковыряться в компонентах, вот, в рамках этой работы проводится лицензионный анализ, инвентаризация, все мы используем библиотек, компонентов, например, да. Происходит оценка рисков, связанных с использованием компонентов с ограниченными лицензиями. Никого сейчас, наверное, из сферы, ну, не знаю, покупки IT-решений или разработки IT-решений не будет новостью о том, что некоторые компании приостановили поддержку своих продуктов, некоторые компании наложили ограничения на использование лицензий, некоторые компании не продают лицензии, некоторые компании, ну, грубо говоря, здесь мы переходим в область нелицензионного, как бы, ПО, да, вот это очень важно. Опять же, в рамках вот этой работы оценивается история разработки программного обеспечения, включая промежуточные первоначальные версии. Происходит оценка прав на интеллектуальную собственность, удостоверить, есть ли патенты, товарные знаки, другие права на это IT-решения. И оценка рисков связана с возможным нарушением прав третьих лиц. Вот, то есть здесь скучная вот эта вот самая юриспруденция. Поэтому тем, кто покупает технологическую компанию или стартап, или команду, или разработку, или компанию с командой, с разработкой, приходится обращаться к профессиональным аудиторам, к профессиональным юристам, которые, на самом деле, здесь не только юристы. Здесь команда проведения вот этого самого аудита, юрист по интеллектуальной собственности, юрист по корпоративному праву, ну, то есть компании, да, специалист по IT-технологиям и специалист по безопасности программного обеспечения по инфобезу, как ни крути, да. Вот, и соотношение, как бы, вот этих вот затрат, оно такое достаточно серьезное. То есть здесь не только юристы нужны, здесь нужны технари, которые разберут, скажем так, по полочкам это программное обеспечение на компоненты и проверят юридическую чистоту этого самого программного обеспечения, действительно ли то, что вы покупаете, принадлежит этой компании. И, совершив сделку купли-продажи долей в этой компании, вы получите все связанные с этой компанией права. И что, на самом деле, вы получите, что вы, на самом деле, купите. Вот, то есть вот такой вопрос. Обращайтесь к нашим экспертам. Наши эксперты умеют делать, умеют эту работу, умеют подсказать вам, что вы, на самом деле, покупаете. Это вопрос очень важный, да. Вот, потому что юридический аспект неразрывно связан с аспектом технологическим. И документационное обеспечение операций, документальное оформление напрямую связано с технологическим и юридическим аспектом. Удачи вам, правильных вам решений, удачных вам покупок и, что называется, только приятных неожиданностей. Успехов вам! С вами был консультант решений Верный РФ Сергей Масляхин. Продолжение следует...